Ой, ты какой красивый мальчик, а ну пошли к нам Парень, который что-то там танцует, какие-то вот эти шпагаты, фу Если я улыбаюсь, это не значит, что я дебилов играю вечно везде Ты умрешь в конце? Все это ты, и ты не привидение, фантастика Встал, ушел, все, извините, мне пора Сегодня Чингис Капин у нас в гостях Актер, и слушай, я слышал такую историю Да Я действительно ее слышал, такую историю, с самого твоего начала Когда ты перепутал дверь английского кабинета и попал в класс танцев Да, это так И все тебя туда затянуло, и ты не подумал, что можно выйти и изучать иностранный язык Ну как-то да, не подумал, и мне понравилось, потому что музыка звучала классическая Все дела мне как-то все это загипнотизировало Давай подробнее, зашел, и что произошло? Что ты увидел? Зашел, я увидел девчонок, конечно же То есть первое, что я увидел, это были девчонки в купальниках Они были моего возраста Наверное, это сколько мне было? Десять, нет, не десять Восемь, восемь-девять лет Смотрю, они танцуют красивые такие Ну мне, конечно, было интересно Причем в классе среди девчонок ни одного пацана не было И это был Байконур, город Ленинск И педагог по танцу сказала Ой, ты какой красивый мальчик, а ну пошли к нам Вот, и все Я там позанимался буквально полгода И она посоветовала моим родителям отправиться в Алмату Так как посчитала, что у меня какие-то суперспособности А в чем это заключалось? Ритмичность, прыжок, подъем стопы, растяжка То есть она сказала, надо ехать Надо ехать в Алмату И родители приняли решение уехать в большой город Далее какие-то соревнования? Не, никаких соревнований Чисто для себя? Чисто для себя Я пришел, я был в третьем классе Общеобразовательной школы И поступил в хореографическое училище имени Селезнева Я счастлив, что поступил в 96-м Потому что если бы я поступил сейчас, все было бы иначе Мастеров нет А тебе не говорили, что это стремно? Парень, который что-то там танцует Какие-то вот эти шпагаты Фу, как... Слушай, стремным не было, нет, нет, не было ни разу То есть разговоров таких Конечно, может быть, отец не так воспринял Он, может быть, мечтал, чтобы я все-таки стал там космонавтом Или еще кем Ну, хотя бы на бокс ходил Да, хотя бы на бокс Но при этом участь в хореографическом училище Я помню свое буйное детство Я жил на Фурманного Гоголя У нас во дворе огромное поле И вместо того, чтобы стирать балетные тапочки Я до часу ночи играл с пацанами в футбол Ты ощущал в себе, что когда ты танцуешь, что ты что-то даешь людям? Хотя тебя-то особо не видели Ты... Откуда ты черпал вот эту энергию ходить туда? Понимаешь, нет соревнований Ничего не происходит Как ты внутри? Не думал, что тебе скучно? Разумеется, было скучно, потому что хотелось заниматься много чем в детстве Но... Например? Хотелось сниматься в кино А, ну то есть такое Все из одной стези Конечно, ну да-да-да Все связано с творчеством, с искусством Потому что меня это привлекало с детства Я был фанатом Влада Листьева Мне очень было интересно телевидение Тем не менее, я попал в хореографическое училище И параллельно мечтал, конечно, попасть в кино И почему мне не скучно? Потому что со временем, там буквально после трех лет обучения в училище хореографическом Я понял, что есть такое понятие, как педагог-мастер И понятие передачи профессии из рук в руки и из ног в ноги Чего сейчас, мне кажется, вообще нет Та-да-да, та-да-дам, парьям Ты учился в Афгике по Балашаку? Да Почему именно туда отпал твой выбор? Когда я окончил хореографическое училище Я не получил главной партии То есть я не получал сольной партии Проработав совсем немного в театре оперы и балета Я понял, что я могу потратить целых пять лет на массовку Ну то есть там поизображать деревья Или счастливую жизнь с пустым бокалом и так далее И пришла такая идея заговорить на сцене То есть сказать там своим родственникам, которые пришли посмотреть на тебя Эй, я здесь, смотрите на меня И должно было родиться слово И поэтому возник институт кинематографии Поступил оттуда самостоятельно И только на втором курсе я подал документы Ассоциации Балашак, чтобы они помогли мне существовать там в Москве Ну это же не так просто Конечно Не всех же берут, понимаешь? Ну черт возьми, да, потому что конкурс был большой Я об этом вообще практически нигде не говорю Две с половиной тысячи человек было прослушано за полтора месяца Это постоянные экзамены, конкурсы И нас осталось всего 25 Без единого знакомства, совета или рекомендательного письма Давай вспомним, как это было Насколько ты сильно нервничал, переживал? Что спрашивали? Кто был? Нервничал, во-первых, я нервничал только потому, что я не русский То есть я из Казахстана, я в Москве У меня был такой комплекс Ну если вспомнить реально первые дни То есть ты такой приходишь, ты такой узкоглазенький Такой чернявенький, смугленький Все остальные они беленькие, высокенькие и так далее Но потом, после первого прослушивания Я понял, что Институт кинематографии в ГИК Это то место, где неважно какой-то национальности Важно, что у тебя внутри, что ты хочешь сказать Прослушивания были сложными Все, что сейчас помню Я помню, что я по совету своей мамы Все свое волнение после каждого дня прослушиваний Смывал в душе И прикинь, у меня память так Это в памяти как-то отложилось И каждый раз, когда я забегаю каждый день в душ Там утром, либо вечером Я как бы возвращаюсь в ту картину Когда я прочел стихотворение Жутко нервничал И все с себя смываю Отучился? Да Вернулся, как положено, отработал Не было ли у тебя мыслей вернуться туда? Потому что российский рынок У тебя отличное образование Не хухры-мухры Образование у меня отличное И мне кажется, основная идея моей профессии Не только воссоздавать реальную жизнь на сцене Либо на киноплощадке Но и также целью является передача своей профессии Из рук в руки То есть из ног в ноги И поэтому для меня площадка Казахстан Очень интересна тем, что я могу здесь Быть более полезен своим партнерам Коллегам, которые в какой-то момент не смогли уехать Либо не поедут в Россию учиться Будут здесь И мне очень важно делиться тем, что я знаю И также получать опыт Вот А ты говоришь, что отработал Я приехал в Казахстан Я приехал в Казахстан И я нифига не отработал Потому что в течение пяти лет По обязательствам было шаг Я должен был, да, делать какие-то там отчетные документы Но, к сожалению, в течение пяти лет я нигде не проработал Почему? Потому что я вернулся в 2009 году И на тот момент киностудия «Казахфильм» снимала только одну картину в год Никаких телесериалов и ничего подобного вообще не было И слава богу Потому что я бы вляпался в такое дерьмище, мне кажется Ты считаешь, что «Казахфильм» некомпетентно делает кино? Он, ну, нет, почему? Киностудия создает замечательные фильмы Но не те, на которые рассчитываю я в своей карьере, вот и все Есть ли внутри тебя патриотизм? И вообще, что для тебя патриотизм? Для меня патриотизм — это, наверное, только люди, с которыми я живу здесь, в Алма-Ате Патриотизм — это, наверное, быть внимательным к ближнему К человеку, который живет с тобой по соседству Либо в соседнем районе, либо в соседнем городе твоей страны Патриотизм? Да черт возьми, я это слово только вот... Я, наверное, его использовал... Я вот от тебя его первый раз слышу Патриотизм Вот и все Вот такой звук должен быть Ну, а как по-другому? Сейчас каждый думает только о своей заднице О том, как прокормить там свою семью Либо выпустить свою дешевую песню Вот и все Вот я сам недавно узнал, не узнал, а задал себе вопрос Что такое вклад, вложение То есть это не файл, который прикреплен к письму А это вклад в развитие Вклад в развитие искусства Было бы вообще здорово, если бы такое понятие было А сейчас в силу того, что рождается очень много Низкокачественного материала, где нет никаких... Нету этического начала То искусство, мне кажется, приходит к деградации То есть оно не развивает и не помогает человеку быть сознательнее, умнее, красивее Ты говоришь о большинстве людей, которые пытаются что-то сделать То есть они делают, но делают это в пустоту Я бы оценил современное казахстанское кино И современный театр именно так Артишок! Да Мне кажется, что только лениво не слышал об этом театре И как ты сюда попал? Галина Пьянова позвала на спектакль поучаствовать в небольшом эпизоде Точнее, это был Дмитрий Копылов, который меня знал по проекту Абай-45 Сайсула Зимбаевой В общем, пришел я сюда и понял, что именно здесь живут люди, которые похожи на меня И люди, которые нуждаются также во мне Здесь мы сейчас находимся на малой сцене театра Артишок И здесь я провел целых 6 лет, где получил колоссальный опыт, знания, кучу ролей и уверенности в себе Почему он такой независимый? Почему он так долго существует? Существует, потому что он не идет по правилам академического театра Здесь происходят экспериментальные постановки Здесь есть художественный руководитель, который объездил практически все театральные фестивали мира Это Галина Пьянова, она уникальный режиссер, как я бы назвал, режиссер-экстрасенс То есть человек, который видит больше и дальше Он должен быть чуть впереди, понимаешь? Даже Станиславский писал о том, что в театре должны работать люди, которые чуть впереди, чем общество Потому что оно должно учить, оно должно каким-то образом говорить о каких-то вещах, о которых мы в нашей повседневной жизни, суете, рутине забываем Это, например? Например, просто улыбаться Ну, то есть, если я улыбаюсь, это не значит, что я дебилов играю вечно везде Я улыбаюсь, потому что, не знаю, живем один раз и хочется улыбаться Кайфово Кайфово, да, просто быть искренним, быть человеком Очень такие какие-то простые вещи Справедливость Быть правдивым, это вообще очень круто Я к этому стремлюсь Очень трудно сейчас в наше время нести правду А ты не думаешь, что это ломает? Ну, то есть, допустим, ты не продвинешься, если будешь говорить правду Тебя там туда-то не возьмут, если ты будешь говорить правду Так меня и так не берут Ну, то есть Ну, а что тут скрывать? Я реально не пойду сейчас Я на данный момент отказываюсь от, допустим, современных каких-то комедий Где названия состоят из восьми слов Приключения, кого-то, кого-то, дочери того-то, в 21-м И, короче, начинается Ну, то есть, я к тому, что Зачем Ну, просто осознанность где тогда? Если ты тратишь свое время на какое-то однодневное фуфло А часто предлагают играть в последних комедиях? Потому что за, не знаю, наверное, последние года-два их вышло огромное количество Комедии этих дохрена и предлагали очень часто Но я отказывался в силу неинтереса к материалу, который высылают режиссеры и продюсеры И плюс к своей занятости в театре Потому что все-таки работа в театре намного для меня важнее Нежели чье-то кино, которое соберет кучу зрителей и попкорна Это такая дешевая слава, на самом деле, очень временная Она получается, что актеры, конечно, они тоже в особенной ситуации Они вынуждены принимать все, что им предлагают Сниматься там, где дают Но вопрос опять Станиславский ставил актеру Либо ты служитель обществу, либо ты прислужник Так вот, если ты прислужник, окей, развлекай, шути Как бы ты будешь шутом просто у народа Это реально быстрая очень слава Эти дурацкие интервью постоянные Эти фотосессии, инстаграм и так далее Мне хочется, конечно, найти середину Потому что я тоже не говорю, что все, короче, ребят Идите нафиг со своей программой И я пошел читать Шекспира Я очень умный Да-да-да, хочется, конечно, найти середину, гармонию какую-то И там откусить, и там откусить В общем, ты ждешь своей нормальной роли Она у меня случилась Да ладно, ну-ка расскажи Неделимом? Нет, ну какой Неделимая это такой эксперимент Очень крутой Прежде всего, меня там заинтересовал актерский состав А на данный момент у меня идут съемки в авторском кино Режиссеры, которые я называть пока не могу Это кино рассчитано не для Казахстана, но о Казахстане Где вопросы поднимаются очень серьезные Которые затрагивают практически каждого молодого человека в нашей стране Тема наркотики Прокат будет? Нет, никакого проката Чисто YouTube? YouTube и фестивали, вот и все Ты кого там играешь? Герой, который проходит весь путь молодого наркомана, я думаю, так можно сказать Ты умрешь в конце? Конечно Ну нормально Это же драма Я вообще, я человек драма То есть мне очень важна ситуация, которая позволяет герою вопреки чему-то что-то делать, делать выбор Это намного интереснее, нежели играть такого вот героя, который значит на миллион Хотя и такой фильм тоже у меня есть, и он выйдет осенью, это финансист С двух сторон камеры это уже не смешно Стоп Но там не просто так все, там есть характер Ну мы будем ждать, заинтриговал Твоя любимая роль на сегодняшний день все-таки это наркоман, да? Или есть еще что-то, что ты переживал, неважно, в театре это было или на какой-то другой сцене Что вот ты говоришь, ребята, ну вот это вот, это разрыв Ну если оставить роль этого наркомана, то на данный момент это, конечно, роль в спектакле «Уяд», где я исполняю роль ведущего наших телевизионных казахстанских телеканалов Казахи говорят, да, я была Ну это по казахски с Игорем Я и Бог, кто из красников узнает, это все вот 40-х мужчин Я вообще не понимаю, раз, это ты Лучше мы промолчи, но ты ничего не узнаешь Зовут его Марат Абдрахманов Он, конечно же, сразу замечательный человек Он может говорить много, долго и интересно Вот, этот человек мне очень интересен, потому что в нем есть какая-то глубина Он вынужден работать и спешить куда-то на трех программах, где получает по 40 тысяч тенге и покупает пиджаки на Ташкентской Сифулино Разноцветные? Разноцветные, обязательно, обязательно Поэтому вот такой у меня есть персонаж, который работает, при этом он очень многогранный, интересный Конечно, часть меня есть в нем И вообще, надо сказать, что все роли, которые у меня есть в театре, в кино Слава Богу, что так получается Это все часть меня, ну то есть это не кем-то привязанные роли То есть это всегда либо мой выбор роли Либо это точное попадание, точное распределение режиссера спектакля А кто на это смотрит? Вот охарактеризуй современного зрителя, кто приходит смотреть? К нам в театры приходят больше, наверное, молодые люди Я бы сказал, 70% это от 20 до 30 лет До 35 Я сейчас ударюсь, наверное, в национализм, не знаю Ну, короче, конечно, русскоязычная больше публика у нас Что и на коммерческих спектаклях, что и, в принципе, в артишоке Но с последним годом, как мы открыли большую сцену театра артишок в парке панфиловцев У нас появились зрители и казахоязычные Помимо этого у нас и появился контент соответствующий Где спектакли идут наполовину на русском, наполовину казахском Тот же спектакль «Уяд» Но мой зритель, наш зритель, конечно, в первую очередь человек думающий То есть его никто не заставляет приходить в театр Человек идет добровольно, самостоятельно Хотя при этом он опаздывает, ему перед носом закрывают дверь Говорят, вы уже больше не зайдете, извините А он говорит, я сейчас позвоню, кому позвонить надо? Но на следующий раз он, видимо, получает урок и обязательно приходит вовремя Ваш контент есть казахскоязычный зритель Но есть же и театр на казахском языке Который, кстати, очень популярный Гастролирует, я знаю, ребят полгода вообще не вылезают И думаю, как бы потом отдыхать К чему я это все говорю? Что если бы вы больше делали на казахском языке То у вас бы было больше аудитории Ну, соответственно, гастроли, деньги и так далее Но нашей целью не являются гастроли и деньги Но нашей целью являются зрители, люди, которые живут здесь, в Казахстане Конечно, у нас в планах есть постановки только на казахском языке, допустим Но сейчас это все в экспериментальном формате И мы наблюдаем за тем, как формируется наш зритель Есть сейчас замечательная какая-то команда Она называется «Лаборатория», я не помню точно как Она выступает в современном театральном пространстве «Трансформа» И там есть современные спектакли на казахском языке Которые очень круто заходят для казахоязычной молодежи И они, наверное, пока впереди Артишоку интересно делать все И на казахском, и на русском Кроме денег Да, кроме денег Ты как-то в интервью говорил, что настоящему артисту нельзя говорить «нет» Нужно всегда говорить «да» Но при этом ты отказываешься от такого количества ролей И ты не думал, что, может быть, это наоборот судьба Играй, играй, играй Объясни, пожалуйста, свою позицию Почему ты... Где ты должен говорить «нет» Где ты должен говорить «да» В момент, когда актер только становится Конечно, всегда нужно быть готовым к любым экспериментам Но когда ты понимаешь, что эти эксперименты оказались говно То второй раз на грабли лучше не наступать И когда тебе звонит очередной продюсер Какого-нибудь супер той продакшена Нужно сказать «извините, но мне это неинтересно» Актер должен формировать себя не только как человека публичного Но и как личность У тебя должна быть позиция Ну, как бы, либо ты шутишь про то, что человек падает Либо ты читаешь хорошую драматургию и классику Ты религиозный? Я не религиозный Я из очень советской семьи Это текст из спектакля «Уяд» Которые принесены Это способ вербатима То есть... Я тебе, видишь, не просто отвечаю Я верю в будущее Это все пока, во что я верю Я верю в будущее и в тех людей, которые рядом со мной здесь и сейчас Ну, то есть конкретно там в субстанцию назовем ее «бог»? Нет? Да, нет Окей Наверное, любимый мой вопрос Ой, давай Да, Айсулу Азимбаева Айсулу Азимбаева уже звучит как вопрос Да Айсулу Азимбаева Твоя муза Твой друг Вы любите друг друга Но вы не вместе Как-то вот так Объясни, что у вас происходит Я ей тоже задавал этот вопрос Но хочется теперь послушать тебя Айсулу... Могу так сказать Вот из свежего, да? Понимаешь? Из свежих отношений Кингиза Капина и Айсулу Азимбаева Влюбился я в Айсулу Сразу как только увидел Это было в том самом баре Историю рассказывать не буду, но... Вы влюбались? Ну, в баре когда вы увиделись В тот день нет А ну... За столько лет дружбы, сотрудничества и партнерства Мы с Айсулу выработали, наверное, особые какие-то отношения Это нельзя назвать ни дружбой, ни любовью Это какая-то фантастика, которую поет, не знаю, Илья Логутенко Все это ты и ты не привидение Фантастика Айсулу человек свободный Айсулу человек очень правдивый и ответственный И плюс ко всему Нереально творческая личность Поэтому она мне интересна каждый день, каждую секунду Все, что она делает И я могу сказать, что мы с ней Не планируя ничего Можем планировать Абсолютно существуем в таком бреде То есть это какая-то другая вселенная Вот так Которая существует параллельно всему, что происходит в реальной жизни Принимаем, понимаем, прощаем, любим Абсолютно любой глагол подойдет к нам с Айсулу Азимбайевым Ладно, опустим Айсулу, перейдем к телевидению Зачем ее... Не надо опускать Айсулу Опустим вопросы об Айсулу И перейдем к телевидению Что у тебя сейчас вообще? Что происходит на телевидении? С телевидением такая штука Вообще Казахстан удивительная страна Где, в принципе, можно стать кем угодно За любые сроки Я, в принципе, не знаю Повесил бы объявление и бы с рук в руки Устрою, помогу, обучу Как-то раз я попал На какую-то из программы И увидел, как это все делается Как это все создается Ну, условно, если бы я попал и за театральные кулисы Либо на киноплощадку И я вспомнил о своей детской мечте Мне очень нравился Влад Листьев И в какой-то момент я принял решение Что я хочу поработать на телевидении Ну и, конечно же, это тоже не просто так Был импульс А только лишь из-за того, что в Казахстане Кино не снимали И театр Артишок тогда я не знал И я постучался в двери Агентства Хабар Все дела И мне помогла просто моя актерская уверенность Наверное, в том, что все возможно И мне сказали Нет, работы нет Но вы можете пускать штативы для операторов Художников Я сказал, да, легко Позже, естественно, я обрастал Какими-то знакомствами С кем-то общался Бегал в курилку со всеми Разговаривал Узнавал последние слухи И это телевидение Это вообще прекрасное место для слухов Далее мне поручили Естественно, у меня был голос И я Голос я имею в виду не на первом канале Который мне завершил телевидение А голос С помощью которого я озвучивал гороскопы Тоже удивительная вещь Гороскопы были Создавались На лету, понимаешь Прямо в офисе То есть там условно Ролл там такой здесь вот у рта Так Что ли вам делать? Давайте ли вам Девчонки, посоветуйте Что ли вам делать? А, да, ли вам сидеть дома То есть создавался текст Я его начитывал Получал какую-то небольшую денюжку И так ступенька за ступенькой Позже я начал вести утренние передачи На канале Болемженя Мадинет Благодаря Ольге Савельевой Прекрасному координатору программ По артистам Далее я перешел на телеканал Алматы Потом первый канал Евразия Большой кастинг Я прошел к ведущему Провел это международное шоу Не международное, точнее Оно не международное Ну, короче, голос я провел Спасибо! Спасибо! Дорогие друзья, никто из наставников не угадал победителя А им стал Дин Мухаммед Даулетов Спасибо всем, кто был с нами Всем, кто голосовал, выбирая победителя Всем, кто любит музыку И готов поддерживать молодых исполнителей Это голос Казахстана! Да-да-да Весь такой в костюмчике С наушником Там работают крутые профессионалы Вообще нереальный какой-то опыт Я готов прямо сейчас прыгнуть В прямой эфир и сказать Всем здравствуйте Мы начинаем Ну и потом Я сказал Стоп, хоре Почему? Куда-то не туда лезу А потому что Без профессии не надо идти дальше Как только ты идешь без профессии Куда-то У тебя сразу где-то потолочек возникнет В своей актерской профессии Я буду работать и создавать до конца своих дней А здесь случилась такая тема Что ну не могу я связать там Какие-то определенные слова Не хватает у меня какого-то запаса словарного В тупик зашел Да, конечно И поэтому Просто я назвал это Чингиз Ты дилетант Прошелся в легком Казахстане Вот по такой ступенечке И с тебя достаточно Хотя Мне неделю назад предложили О планах, конечно, рассказывать нельзя Но Вдруг я немного опять загорелся Сделать авторскую программу Чокани в Алиханове Историческую программу На телеканале КТК Если вдруг я пройду кастинг Я буду счастлив Если нет То тоже замечательно То есть ты открыт и готов Но уже ты выборочно Будешь думать в чем тебе участвовать Только так Поехали, шкурные вопросы А, да ты что, давай Да Самый большой гонорар Который тебе предлагали Да, 10 тысяч Долларов Долларов За что? Это коммерческое проведение мероприятия И? Я отказался Почему? Потому что мне дороже имя, театр И совесть Тебе не нравится Когда жующие перед тобой люди Говорят Я пробовал, было скучно. А как зарабатывать деньги? Вообще, сколько ты тогда тут зарабатываешь? Где? Именно в театре. Вот вы от всего... В театре? Да. В театре у меня зарплата 80 тысяч тенге в месяц. Как существовать на эти деньги? Легко. Готовить с собой, еду приносить. Много не ездить, на бензин не тратить, по ресторанам не гулять, в караоке не ходить. В принципе, оно мне не интересно. У тебя подработка есть еще какая-то? Да, конечно. Я снимаюсь в кино. Там тебе, кстати, в этом проекте тебе платят деньги? Конечно. В авторском кино, который сейчас крайний, да, и платят хорошие деньги. То есть деньги, о которых я не думаю. То есть у тебя есть стабильная зарплата, и вот эти какие-то подработки, которые интересны тебе, они находят тебя сами, соответственно, на этом ты живешь. Да, да, да. То есть меня нет на чесноке KZ, но все равно мне предлагают некоторые работы, изредка звонят и говорят, чингист, надо там выступить, и дальше идет обсуждение. И никогда не ставлю в приоритет деньги, связанные с творчеством, с искусством, но, как показывает опыт, если ты работаешь по-честному, пытаешься создавать действительно достойный контент, то и деньги приходят самостоятельно, о которых потом можно, в принципе, и не думать. А зарабатывать, конечно, я хочу. То есть в ближайшее время я думаю, что я свою профессию режиссера либо оператора, человека, который мог бы что-то создавать. Молодые актеры, которые смотрят на тебя и слышат, что 80 тысяч деньги, когда я могу работать в офисе и получать 150. Но они мечтают стать актерами. Что им делать? Не сдаваться, не опускать руки, идти дальше, вперед. Работать и за 40, и за 30. Я за 20 даже тысяч работал, вот про гороскопы. Назови три главных проблемы нашего общества, по твоему мнению. Именно в Казахстане. Я такой человек, который не видит проблемы. Проблема в самих людях, ну то есть в каждом личном. Пускай он их решит, сходит к психологу. То есть вот эти люди, которые ноют, это конкретно их проблемы? Конечно. Потому что они просто ленивые. Эй, чуваки, вы вообще ничего не делаете. Ну то есть вы только орете, что-то пишете, ругаетесь. А на самом деле просто надо брать и делать. Действие, только действие. То есть встал, ушел, все, извините, мне пора. Понимаешь? Да, да, да. Там, типа у меня перекус. Ой, сори. Вот. Главное не убейся, а так сиди кушай. Ну то есть ты берешь с собой еду, понимаешь? А кто готовит? Это гречка, это котлеты куриные. А кто готовит? Я готовлю. То есть перед сном я готовлю себе еду на следующий день. Я занимаюсь в зале, и поэтому мне необходимо питаться правильно. Если говорят, что такие люди не существуют, вот они передо мной. Самая, самая необычная, наверное, вещь, которая происходила с тобой, когда ты играл. Играл бухим. Самая необычная вещь, когда я играл, это потеря сознания. То есть я играл потерю сознания, я ее реально потерял. Это был спектакль «Толстая тетрадь». А вот и Кристоф здесь на малой сцене. Ага. И ты вот упал, иначе все это видят. Да. Ребята, с которыми ты играл, они поняли, что ты действительно вырубился? Да, они поняли, что я действительно вырубился. Прошло, наверное, секунд десять. Они били меня по щекам, и слава богу, это произошло уже за кулисами. То есть мое лежащее тело. Я очнулся, и первое, что я подумал, мне казалось, что я умираю. Потому что все были встревожены, и у всех были такие дикие лица. Это завершающий был момент? То есть ты вот упал, и спектакль закончился? Да, 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 и спектакль закончился. Ага. А если бы нужно было продолжать, то? Ну, я думаю, продолжил бы. Таких вариантов куча бывает, когда ты физически выматываешься, или что-то происходит в твоем организме, что не позволяет чувствовать себя свободно и комфортно. Но тебе прямо сейчас нужно выйти на сцену. То есть это условно жалко, я не знаю, могу ли это показать. Но то есть ты стоишь, а дышка, допустим. И вот тебе прямо сейчас нужно выйти на сцену. Ты делаешь так. Посуществовал, посуществовал, и зайдя за кулисы, ты просто падаешь на землю. Так было вот недавно, на недавней премьере «Зовите меня Джордж», когда было два показа в театре Лермонтова в 17.00 и в 20.00. Тяжело? Да, тяжело, потому что все-таки мы хотели воссоздать или попробовать бродвейский жанр, когда очень много танцев оказалось очень трудно. Каким ты себя видишь лет через 30? Это что? Это какой-то бизнес? Это, допустим, свой театр, семья, дети? Да. Поинтереснее что-то будет? Лет через 30, это сколько? Мне сейчас 32 исполнится. 62 года я вижу себя сидящим в кресле, с газеткой. Там собака, там внуки. Это прибалтийское какое-то побережье. Все-таки не хочешь тут жить? В Казахстане? Да. Я хочу жить. Просто. Я классно вот так отвечу. Я хочу жить. И пока не знаю где, как, но жить мне очень хочется. Да, несколько советов молодым актерам, которые вот смотрят на тебя, поражаются тому, что ты говоришь, какой ты независимый. Я бы хотел, чтобы ты от себя дал именно те советы, которые ты сам... Ну понятно, что там упорство, труд, и вы всего добьетесь. Но все же. Я бы посоветовал молодым людям в творчестве, если они хоть каким-то образом хотят стать мастерами, больше читать книг, смотреть хорошее кино, не ходить в кинотеатры, не сниматься в этих сериалах ни в коем случае, ни под каким прицелом, ни за какие деньги, воспитывать в себе вкус и приходить в театр. Ходить в театр, мне кажется, это очень важно. Театры у нас есть, не только Артишок и другие театры. И, конечно же, главное, самое главное, мое правило, с которым я поделюсь, это слушать свое сердце и подчиняться его власти, никому не позволять его дергать и управлять тобою. То есть, если ты хочешь, это так круто, ты хочешь. Больше ничего сильнее не может быть. Я хочу. Все. Это класс. Отлично. Ждем новых ролей, ждем этого фильма Чингис Капинцева. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!